МИД призывает украинцев, которые находятся в Испании или только планируют туда отправиться, быть осторожными и бдительными, особенно в оживленных местах. Всегда иметь при себе паспорт и в случае проблем обращаться в дипломатическое представительство Украины в Испании. Тем временем в Мадриде заявляют, что террористическая сеть, причастная к атакам в Каталонии, обезврежена. Но каталонские власти призывают не делать поспешных выводов. Расследование продолжается, еще рано подводить итоги. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. На центральной улице Барселоны рамбла, свечи, цветы, мягкие игрушки и, как всегда, много людей. Горожане не скрывают, они пришли на место трагедии специально, чтобы показать себе и миру. Испания не испугалась. Я думаю, наша обязанность вернуть жизнь на улице города. Барселона – международный мегаполис и должен таким оставаться. Страху здесь нет места. Успокоить испанцев пытается и полиция. Силовики уже заявили, террористическая ячейка, ответственная за атаки в Каталонии, обезврежена. Впрочем, один из подозреваемых до сих пор в бегах. По всей Испании и соседним странам разыскивают марокканца Юныса Абу Якуба. Не исключено, что именно он сидел за рулем фургона, который давил людей на улице Рамбла. После терактов в Испании европейцы снова задались вопросом, а возможно ли в принципе предотвратить подобные атаки. Например, сделать оживленные бульвары только пешеходными. Или оградить тротуары барьерами и бетонными блоками так, чтобы машины не смогли на них выехать. И все эксперты по безопасности сошлись во мнении, можно лишь уменьшить риск. Но вот обеспечить полную, стопроцентную безопасность невозможно. Уровень террористической угрозы в Испании остается на отметке 4. До максимального 5-го его решили не повышать. Но меры безопасности усилили. Мы повышаем меры безопасности во всех местах большого скопления людей. Особое внимание уделим туристическим районам. Тем временем в больницах Барселоны до сих пор находятся десятки пострадавших в результате терактов. Сегодня их проведали члены королевской семьи. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер.